Для того, чтобы попасть в государственный садик, нужно в определенное время, в марте, заполнить внесок и отнести его, электронично заполнить или на бумаге, и отнести в тот садик, который вы ставите приоритетом. То есть вы можете выбрать хоть 10 садиков, и там есть такие вопросы, например, где вы работаете официально, место работы, есть ли инвалиды в семье и так далее, и это все или добавляет пункт, или не добавляет. Место работы, адрес работы имеется в виду, адрес проживания, адрес работы, все это учитывается. Да, и соответственно по пунктам определяют, кто прошел в садик или нет. То есть вы ставите приоритет, ну и соответственно выбирают, если в этот не попали, то в следующий попали, если можно не попасть ни в один. Мы в приоритет поставили садик, который рядом возле нас, он через полгода, это частный садик, но через полгода он будет государственным. Но там в принципе достаточно большие, даже при государственной форме, достаточно большие оплаты. Но он зато близко был к нам. И еще возле нас был один садик, он выглядит как частный, но он государственный, но там уже все было занято, и нас записали на резервный лист. И когда уже закончилась рекрутация, уже были результаты, нам позвонили из этого садика, где мы были на резервном листе, и сообщили, что освободилось место, и мы можем туда попасть. И прямо на следующий день мы уже попали на родительское собрание, и вот с 1 мая, или там после праздников, мы уже пошли в этот садик. Ну и теперь как наше впечатление. Во-первых, они определили, что месяц мая, первый месяц – это месяц адаптации. Родители могут вместе с детьми находиться, никакие медсправки для этого не нужны. Прививки там, да. Ничего, ни детям, ни родителям ничего не надо, то есть вы можете спокойно зайти. И, ну, я была с Никасом, мы приходили с 8 до 11, мы там находились, то есть, в принципе, я смотрела по нему, как бы, когда он ему надоедало, мы просто уходили. Я там брала стульчик, сначала с ним играла, потом сидела уже в уголочке. Вова тоже несколько раз приходил, не очень хотелось его отправлять, потому что он очень переживает за деток, но расскажи свои впечатления. Не, ну, супер, впечатление супер, я действительно очень, как бы, требовательный. Не то, что требовательный, просто не хочется, чтобы, допустим, если ребенка обидели, чтобы это замялось, да, там, допустим, чтобы было какое-то у ребенка осталось чувство справедливости, да, чтобы не было какой-то безнаказанности, или наоборот. Недосмотр какой-то. Да, недосмотр, если он там что-то сам накинулся на кого-то, да, чтобы его вовремя остановили, сказали, а я, чтобы это было сделано вовремя. Чаще всего, ну, когда, допустим, в Украине мы были там в каких-то заведениях соответствующих, да, там было 20 детей, 20, 30, да, и максимум 2 взрослых на них, и все как бы нивелировалось, и никто как бы особо на индивидуальность не обращал внимания. Здесь сколько? Ну, порядка, максимум 15 там, да, где-то. Ну, вообще максимальная группа 20, но так как и везде кто-то ходит, кто-то нет, то есть 10-15 человек. Там постоянно как бы толпа. Три человека, три у них воспитателя. И как бы все, они как-то пытаются понимать детей, вот sucks, никос не разговаривает, он приходит там, а-та-та-та-та-та-та-та-та-та, он такой, так, кто тебя ударил, пошли разберемся, или, ну, идут там разбираться, действительно разбираются. Для меня это очень важно, чтобы, ну, как бы все было вот как в жизни, да, если, ну, там, ответственность все дела, то есть, ну, потому что часто бывает так, ну, бывала в Украине, да. что ребенок из садика или из школы приносил в голове такие вещи, которые потом за выходные было очень сложно. Да, за выходные. Ну, имеется в виду, да. Больше, чем за выходные. Ну, мне очень понравилось. Я комфортно себя там чувствовал, когда вот с Никой сам сидели. И самое главное, то есть, ну, первое впечатление было такое, что мы как бы и сами к этому подводили ребенка, и там атмосфера такая. Вот у Никаса изначально было там такое вот понимание, да, что он не в садике, он не знает, что это такое, а что он как бы в какой-то игровой комнате с другими детками, да, что вот это как бы такая развлекуха, не это не какая-то там, что сдали, мама убежала и все. То есть, вот это очень важно, чтобы ему там было комфортно, он понимал, что, ну, это не отбывание наказания какое-то, да? То есть, колоссальная разница в том, что просто мы в Украине тоже прошли весь садик от начала до конца, поэтому мы, ну, знаем, о чем мы говорим. В Украине... В хорошей садик, хорошей. Хорошей государственной, да. В Украине как бы детей все еще подстраивают под систему, под удобство, под систему, чтобы с ними было также удобно, как с одним ребенком. Здесь индивидуально, то есть, они... Учитывают. Первый день у деток были наклеечки с именами и у Пани, на второй день уже ни у кого не было наклеечек, то есть, видно, что они уже запомнили, они называли деток по именам. Значит, в этом, в нашем садике еду привозят, ну, пока что мы видели только завтрак, мне не очень понравилось, потому что это канапки с маслом с мясом или канапки с маслом с джемом, там, манная кашка, ну, то есть, такое все сладкое, мучное. Ну, на обед, как я спрашивала у мам, там уже суп, ну, как бы, такое более традиционное. Как... 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 Какое расписание у них есть? То есть, они приходят, вначале играют, потом завтрак, потом у них развивающие игры. Там, они учат друг друга имена, учат, там, день добрый, как... Как бы, какие-то правила. То есть, какие-то есть игры тоже, там, все вместе. Мам рисуют. Мам рисуют, да, я блондинка Никаса. А потом у них есть такой... Такая длинная, мягкая игрушка. Ну, все это будет на фото, на видео. Они цепляются, там, такие петельки. Они... Сначала они тренировались по общер-школе ходить все вместе, потом они вышли уже на улицу, просто прошлись держать за эти петелечки, такой, как бы, ужик у них. И они держатся, и так их, ну, легче... Выгуливают ужик. Легче выгуливают, да, гуляют, выгуливают этого ужика яцка. И вот сегодня они уже... Три раза они так выгуливали, и сегодня они уже идут на свой плац-забав, который, как бы, за... Ну, закрыт таким заборчиком, на ключ, там, игрушки. Мы видели этот плац, мы часто там проходили, но не могли попасть, потому что мы не были пшетшколяками. Вот. И теперь, ну, вот, Никас второй день сегодня уже... Остался сам. Идет он туда радостно, конечно, оставался он, ну, как все дети, понятно. А, вот еще момент. То есть я все это наблюдала, в принципе, уже все мамы перестали ходить, только я одна ходила. Ну, я просто, я... Я не считаю, что надо через слезы это все делать, да, то есть мне кажется, все-таки ребенок должен быть готов, он должен сам сказать, да. И если есть возможность, понятно, что... Если... Да, конечно, мы сами на сюда работаем, поэтому мы можем. А что? Вот у них три пани, и понятно, что детки сначала, мамы уходят, они плакали. Вот они каждого, ну, слава Богу, хватало рук, они берут на ручки, носят, играют, отвлекают. И вот те родители, которые переживают, вот я как бы увидела изнутри, ваши дети, буквально через 20 минут успокаиваются, забывают, начинают хохотать. Мамы там дома изводятся, потому что они уходили, дети плакали. И дети прекрасно себя чувствуют, и уже никто ничего... И на второй, на третий, на четвертый, на пятый день они все меньше, как бы, ну, какие-то устраивают такие сцены перед уходом. И я вот сегодня уходила, да, Никас, нет-нет-нет, я вышла, минуты не прошло, он уже там затих. То есть все нормально. Если есть возможность, это из нашего опыта, просите пап, чтобы папы вот в такой адаптационный период отводили. Дети не так ездят на папах, как на мамах. Так что, ну, надеемся на лучшее, все будет хорошо, нам нравится, нам нравится. Спрашивали, на чем спят детки, вот детки спят на таких штучках. Тут сверху сеточка, такая мягкая. И вот они стопочкой сложены. Вы приносите одеяльце, подушечку, что-то подстелить, и детки спят. А потом просто убирают это, оно не занимает много места.